Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу еженедельную по передачу спортивной страсти. У микрофона Яков Стрельчин, телефон в студии 847-400-5200. Хочу напомнить, что спонсором нашей программы спортивной страсти является автомастерская Mechanic Auto Service. Она предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Сейчас весна. Если у вас вдруг что-то вам надо поменять в машине, исправить, поменять масло, получить какую-либо консультацию, все, что требуется, любой механический, любой кузовной ремонт, любой сложности, повторяю, вы можете прийти в эту мастерскую. Она находится по адресу 1030 South Milwaukee Avenue, это Виллинг, телефон в мастерской 847-877-1456. Спросите Сергея. Еще раз телефон 847-877-1456. Ну, а сейчас давайте перейдем к спортивным новостям. Ну, вы знаете, что, честно говоря, вот нам очень много интересного всего проходит в мире спорта. Это праздник для любителей спорта. Сейчас идет и плей-офф, и в хоккее, и в баскетболе. Включаясь в телевизор, любое мероприятие вызывает огромнейший интерес. Вчера был бостонский марафон, но, честно говоря, в этот раз меня больше всего впечатлил голф, когда Тайгер Вудс одержал очередную победу. Вы знаете, что начнем с того, что это первая его победа за последние 14 лет. И он победил в одном из турниров, я бы сказал, теннисным языком, так сказать, большого шлема, мейджор по голфу, это мастерс. Он постоянно проходит в городе Агусто, штат Джорджия. Проходит давно, с 49-го года. Там очень интересная традиция. Они дарят победителю такой зеленый пиджак, который год держит победителя, а потом вот его сдает. Но он всегда остается за ним, потому что все эти пиджаки висят в их зале славы, будем так говорить. И вы знаете, что удивительно, что Тайгер Вудс, он же имел кучу травм. Еще два года тому назад, полтора года тому назад он был каким-то 1119 в рейтинге. И вот у него была куча там каких-то скандалов с женщинами, разводы, что чего только не было. Ну и главное, что травма. У него казалось, что он уже не может просто восстановиться. Чуть ли не у него была травма позвоночника. Но тем не менее он восстановился. Он одержал очень важную победу. Вы знаете, что последний раз вот здесь, на этом турнире в Мастерс, он побеждал в 2005 году. А вообще пять раз. Он выигрывал три раза чемпионат США, открытый чемпионат США, три раза открытый чемпионат Великобритании и четыре раза PGA. Ну а Трамп, так как они с Трампом, а, в друзьях, б, они рядом, ну я не знаю, или живу, я знаю, что у Трампа во Флориде клуб. Да, Мара Ларган. Да, где Тайгер Вудс рядом живет, что ли. Да, они играют обычно в Трамп Интернешнл. Да, вот там, в гольф, да. Да, он его наградил Президент Медал оф Фридом. Значит, как президентская медаль свободы, наверное, по-русски так звучит. Наверное, когда он развелся. Не, ну вот сейчас он ему вручил, сейчас ты что. Так что, ну, будем надеяться, что он будет продолжать играть и, смотрите, все-таки это было неожиданно. Ну, а вчера было очень интересное мероприятие, это 123-й бостонский марафон. Это один из, не один, а просто самый старый марафон. Сейчас их там есть шесть основных марафонов, в которые входит и Чикагский. Победил Лоуренс Черн из Кении и у женщин Воркнеш Дехефа из Эфиопии. Тут, как обычно, всегда побеждают представители африканских стран. Причем у мужчин был потрясающий забег. Там прямо как в спринте победитель определился на последних шагах. Это 42 километра, представляешь? И вот победитель в последнюю секунду определился. Ну, потому что здесь, я думаю, больше стратегия. Ну, то есть, кроме физической подготовки, тут еще важна стратегия. Какой рывок это сделал Черрона. Он на 0,02 секунды опередил Эфиопца Лелиса Денниса. Так что, вот, было очень интересно. Что еще интересно, ну, в бостонском марафоне, лично для меня, выступал бывший игрок, оббежал бывший игрок сборной СССР по футболу, сборной России, я прошу прощения, я все живу в СССР, да, 30-летний, да, Алексей Смертин. Ты знаешь, он в последнем, ну, как, он завершил уже давненько свою футбольную карьеру, но, тем не менее, он продолжает заниматься спортом, он постоянно участвует в марафонах. И вот, ведь бостонский марафон отличается от многих марафонов тем, что туда надо пробиться, ты не просто так можешь прийти и записаться, как, кстати, по-моему, в Чикаго, совершенно спокойно. Там надо показать время, которое определено для каждой возрастной категории, для каждого уровня бегунова, ты должен на каком-то марафоне показать нужное время тебе, тогда тебя включают в бостонский марафон. Вот что, поэтому, ну, вот, видишь, он проходит, но у него, конечно, все-таки спортивная закалка. Что еще, вот, вообще он называется бостонский, но по самому Бостону они бегут всего 3 километра, в основном это, они бегут по пригородам Бостона, и поэтому там не учитываются мировые рекорды, потому что очень тяжелая трасса, там вот эти спады, подъемы, так что там бежать очень и очень тяжело. Поэтому бостонский марафон это один из, по-моему, трех, где всем, кто добежал до финишной линии, выдают медали, которая говорит, пробежавший бостонский марафон, потому что это достижение, это действительно достижение. Это очень сложно, да, так что вот такая интересная, наш чикагский марафон начался в 1977 году, тогда он носил имя Дэйли, теперь это Банков Эмерика. Да, ну тогда это был, первый марафон был в Дэйли. Теперь он входит вот в эти шесть основных марафонов, это вот бостонский, чикагский, в Лондоне, потом в Токио добавился, а берлинский еще очень известный, да, так что, наверное, какой-то я пропустил. Ну, давайте теперь перейдем к основным событиям, к хоккею, к баскетболу. Ну, тут просто можно сойти с ума от неожиданностей, которые проходят, особенно в хоккее. Вы знаете, что начиная в этом сезоне, там Побей в регулярном чемпионате выглядела, ну, непобедимой. Просто команда набирает 128 очков, они одерживают 62 победы, они повторяют рекорд Детройта, они бы хотя бы вспомнили, что Детройт в том году не стал чемпионами, не надо было вот этот президентский кубок, они настолько оборзели, я считаю, обнаглели, что они думали, что у них нет соперников, что Стемпкас даже притронулся к президентскому кубку, что считается, ну, просто в НХЛ это плохой тон, будем так говорить, что НИВКу это плохой тон, это, так сказать, плохая примета, потому что... И жизнь показывает, посмотрите, что делается. На сегодняшний день Колумбус, который еле-еле прорвался в плей-офф, буквально в последних турах, они зацепились за восьмую позицию в своей восточной конференции, они ведут в этой серии 3-0. Тут очень интересный момент был в первом матче. В первом матче Тампа Бэй вела в первом периоде 3-0. Как попало это в социальные сети, я не знаю, но в перерыве тренер... Тренер Колумбуса вдруг вылетел из... Очень из... Тарта... Ты смотри. Но не имея значения, он выдал такую речь с матом, со всеми делами, что они не должны бояться, что они должны ехать и идти и побеждать. И действительно, после этого команда вышла, и она вырвала победу в первом матче 4-3 в пользу... В свою пользу Колумбуса. Второй матч они просто разнесли 5-1. И вот здесь, тут есть очень много интересных нюансов. И в третьем матче уже, понимаете, тут сразу вспоминался прошлый сезон, когда Колумбус играл с Вашингтоном. Тогда Колумбус тоже ввел в этой серии со счетом 2-0. Но потом они слили и проиграли все 4 следующих матча и таким образом вылетели из турнира. В этом сезоне, опять же, тогда они первые два матча играли в Вашингтоне, потом переехали к себе домой в Колумбус и проиграли там 2-2-2, ну и уже дальше они посыпались. В этом сезоне, ну, смотри, вот третий матч, казалось бы, был решающий. Но тут еще произошел один момент. Вы посмотрите, два лучших игрока, Кучеров и Сэмкос, Сэмкос в Тампи-Бэй, они не набирают ни одного очка в этих сериях. Мало того, у Кучерова не выдерживают нервы. Он там ударил игрока из Колумбуса, его дисквалифицировали на один матч. Так что и вот он в третьем матче не играл. Сегодня он, конечно, выйдет на площадку, но посмотрим, что это даст этой команде. Поэтому я повторяю, там все... Значит, на сегодняшний день у нас получается ситуация, что Тампи-Бэй стоит просто на вылет. И мне кажется, что это будет первый случай в истории, когда команда, которая победила, взяла президентский кубок. Не то, что вылетит, то, что вылетали в первом круге, это бывало, но чтобы они 4-0 проигрывали, в такого случая в НХЛ не было. Вообще всего 4 случая в НХЛ было за все время, что команды, которые проигрывали в серии 0-3, сумели побеждать. Это было в 42-м году Торонто, Maple Leafs в 75-м году Нью-Йорк Islanders, и вот потом Philadelphia Flyers в 2010-м году, это мы прекрасно помним, и в 14-м году Лос-Анджелес Кингс. Но самое интересное, что если мы оторвемся на этот момент от матча Tampa Bay-Columbus, вот такая же ситуация Нью-Йорк Islanders и Питтсбург. Питтсбург тоже всегда считался фаворитом, у Питтсбурга тоже мощнейший состав, казалось бы, но опять же их лидеры не забивают. Кросби не набрал ни одного очка в этой серии, они проигрывают Нью-Йорк Islanders в серии 0-3. Вот тут что интересный момент, в 75-м году Нью-Йорк Islanders, проигрывая 0-3 Питтсбургу, сумел вырвать победу и выиграть ту серию 4-3. Вот сейчас у Питтсбурга есть шанс взять реванш за 75-й год. Но для этого надо проснуться, сейчас у нас перерыв на рекламу, потом мы продолжим нашу передачу. Питтсбург.